Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия и помимо того, что город Лисичанск уже находится полностью под контролем Российской Федерации, то идет наступление также в Харьковской области. На этой карте можно видеть, что под контроль российской армии перешли полностью территории, которые находятся справа от речки Северский Донецк. В том регионе вооруженные силы Украины несколько месяцев пытались получить плацдарм для наступления в тыл российской группировки войск, которая развивала наступление в район Изюма. Если посмотреть на карту, то по факту получается, что вооруженные силы Российской Федерации заманили ВСУ в так называемый огненной мешок. И таким образом у вооруженных сил Украины получилось так, что с одной стороны российская армия, а с другой стороны речка. Сегодня эта эпопея для вооруженных сил Украины полностью закончена, тот берег уже полностью контролирует российская армия, ну а потери, как известно, известны только Зеленскому. Также, если посмотреть на эту карту, то для вооруженных сил Украины формируется новый котел в районе поселка Норцевка. И если просто анализировать, то по масштабам этот котел примерно будет такой же, как и Лавайский. Там тоже сотни украинских бойцов в этом поселке сейчас находятся. Но за счетом больших котлов типа в Северодонецке, в Лисичанске, этот котел по сравнению с ними маленький, поэтому за него уже даже не говорится в сводках ни генштаба ВСУ, даже не в сводках генштаба Российской Федерации. Но тем временем в офисе президента Зеленского и прочих ведомствах, чем больше военных поражений на поле боя для украинской армии, тем больше военных побед пророчат различные персонажи в будущем, то есть где-то в августе или может быть в 23-м году. Мы тут видим прямую закономерность, чем больше поражений на фронте, тем нужно больше обещать украинскому народу побед. И Зеленский с различными персонажами типа, знаете, начальника украинского гура с этим в принципе справляется. Стоит отметить, что западные страны все-таки соблюдают рамки приличия и поэтому сообщают новости о различных контрнаступлениях и наступлениях ВСУ через свою прокладку в виде представителя ГУР Минобороны Украины. Ну а тем временем различные западные информационные агентства все больше превращаются в желтую прессу, потому что уже за экономией заявили о том, что все-таки уже украинские войска стоят прямо в километре до Херсона. И сообщил эти новости офицер военной разведки Украины, который заявил, что передовые части ВСУ сейчас находятся примерно в километре от окраин Херсона. Особо смешно слышать подобный бред, можно только добавить, что когда отступали украинские войска с Лисичанска, то тогда они, знаете, повернули направо и зашли прямо под Москву. И теперь стоят под Москвой и рассматривают через свои оптические прицелы Кремль. Но на самом-то деле вбросы касательно того, что украинские войска вот-вот займут город Херсон, они не новы, потому что в украинских СМИ они еще недели-две назад начали появляться достаточно регулярно и интенсивно. И теперь мы видим, что уже даже западная пресса перехватила подобную инициативу, рассказывая этот фейк. Цель всего этого дела, конечно, сделать так, чтобы в Херсонской области не осталось практически людей, чтобы все максимально выехали. Дело в том, что сейчас Российская Федерация на территориях и Херсонской, и Запорожской области, и Донецкой, и Луганской народных республик, они сейчас там запускают ряд экономических серьезных программ. И, конечно, местное население планируется задействовать в этих всех процессах. В общем, расчет таких новостей чисто экономически. Я думаю, что каждому украинцу это надо тоже четко понимать. Различные видео про так называемое наступление ВСУ в район Херсона или, например, в бегство украинской армии с Лисичанска. Все это я публикую себя в Телеграм-канале, потому что есть ряд ограничений. На Ютубе этого нельзя публиковать. Поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Также, друзья, для того, чтобы понимать, что реально происходит на территории Украины и реально с кем идет противостояние, нужно просто на конкретном примере понять, с какой же силой все-таки столкнулась Российская Федерация на территории Украины. И при чем здесь вообще вооруженные силы Украины. Лучше всего рассматривать на конкретных примерах. Поэтому возьму вот конкретный обстрел военных складов в Донецкой и Луганской Народной Республике. Системы МИХИ-МАРС, которые предоставили Соединенные Штаты Америки, которые являются высокоточными и так далее. Они достаточно современные и далеко не во всех подразделениях даже армии США они присутствуют. Но, тем не менее, в Украину их поставили. И вот кадры применения данной системы МИХИ-МАРС уже на линии фронта, конкретно по целям на территории подконтрольной сейчас Российской Федерации. И если вот обычному зрителю просто, знаете, интересно красивая картинка, как вылетают ракеты, но что же стоит за этой картинкой и каким образом вот эта система получает, например, данные, куда конкретно нужно бить. Для этого нужно, как известно, спутники, которые расположены в космосе и которые сканируют территорию в режиме реального времени. Потом нужно анализировать информацию с этих спутников и чтобы умные люди определяли, где же все-таки там находится склад боеприпасов. После того, как умные люди определили, где конкретно расположен склад боеприпасов, то тогда уже вот эта система МИХИ-МАРС подъезжает к линии фронта и, конечно, делается сначала залп различными ракетами для того, чтобы каким-то образом понизить эффективность российских ПВО. И по каждому складу запускается 5 или 8 ракет вот этой системы МИХИ-МАРС, которая имеет очень точную GPS-навигацию и так далее, и которые летят точно по цели. И вероятность того, что они успешно поразят эту цель, достаточно большая. То есть, по факту, мы видим главную работу, это, конечно, группировка спутников, аналитика и американская система. А вооруженные силы Украины, это, условно, водитель, который приехал на конкретно вот этой системе, поставил ее возле линии фронта и нажал кнопку по команде Запада. И отсюда нетривиальный вопрос, а с кем же все-таки воюет на территории Украины российская армия? Либо с водителем, либо все-таки с вот этой серьезнейшей военной системой и военной машиной, которая стоит реально десятки и сотни триллионов долларов. Поэтому, когда мне в комментариях пытаются рассказывать, что Российская Федерация воюет только с украинской армией, то мне, честно говоря, просто смешно. Потому что здесь торчат настолько здоровенные уши западных стран за всем этим делом, что по факту на самом-то деле идет сражение реально российской армии с первой армией в мире, которая обладает просто колоссальным количеством ресурсов и, конечно, в военном выражении гораздо больше, нежели российская армия. Также очень забавно слушать различные утверждения, что только российская армия воюет с вооруженными силами Украины. И здесь я всех вот этих комментаторов могу разочаровать, потому что каждый третий солдат, который принимает участие в спецоперации со стороны России, это гражданин Украины. И не нужно быть слишком гениальным или искать какие-то спецрасследования для того, чтобы это реально доказать. Потому что я вам сейчас просто поставлю видео, на котором все прекрасно понятно. Вот конкретно город Лисичанск и как встречают мирные жители тех солдат, которые, собственно, сейчас получили контроль над этим городом. Давайте посмотрим. И понятное дело, что если бы такой сюжет попал на украинское СМИ, то, конечно, главного бы режиссера, там, журналиста, кто бы это все туда ставил, их бы просто, знаете, сожгли на костре. И это объективная реальность, в которой сейчас живет Украина. Ну, давайте дальше посмотрим. И, конечно, если западные журналисты поставят это видео у себя где-то в информационные ленты новостей, и об этой информации узнают европейцы, что, оказывается, командиры, которые сейчас воюют на стороне российской армии в городе Лисичанск, встречают как своего родного земляка и называют наш, то, конечно, такой журналист просто моментально потеряет работу, и для него будут закрыты двери в любые западные информационные агентства. И тут рождается закономерный вопрос, почему люди, граждане Украины не могли все это говорить на протяжении 8 лет, когда там они сначала были при режиме Порошенко, при режиме Зеленского. Ответ, на самом деле, очень прост. Это репрессии против мирных граждан. Поэтому каждый человек, который ставил под сомнение курс Украины в ЕС, в НАТО, тот подвергался, конечно, репрессиям. Я это начал делать еще, знаете, с 13-14 года, и поэтому в 15-м году меня арестовали и бросили в тюрьму на 2 года и 3 месяца. И таких, как я, политзаключенных, их было не 10, не 20 и даже не 100. Этих людей были тысячи. Кого-то ломали, кого-то запугивали, кого-то, собственно, сдавали на обмен, потому что гарантировали, что при Порошенко и при Зеленском люди ни в коем случае не попадут на свободу и так далее. Но, тем не менее, это были полноценные репрессии против украинского народа, которые длились 8 лет. Но, тем не менее, давайте послушаем еще тех солдат, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Ну и, конечно, на стороне части украинского народа. Ощущение непередаваемое. Это мой город, родной город. Я уже в нем был в Лещанске, встретил много знакомых, меня узнали. Встретил матерей, погибших бойцов. Как люди наших встречают? Люди очень хорошо встречают. Это наш город. Он всегда был наш. Но, тем временем, тревожащие из Зеленского новости приходят с Мариуполя. Потому что там, если просто анализировать стройки, которые там начались, то сейчас там, по сути, очень много компаний российских, строительных, полную силу уже участвуют в строительстве нового жилья и различных инфраструктурных объектов. На этих фотографиях четко видно, что некоторые объекты строят просто заново. Потому что уже фактически заканчивают разгребать завалы, которые остались после боевых действий. И теперь на этих местах уже начинают строить абсолютно новые объекты. И, конечно, это все будет строиться для тех жителей мирных, которые сейчас там находятся. Такие масштабные строительные проекты, они прямо говорят о том, что никто с Мариуполя и с других областей уходить не собирается. И можно сделать просто логический вывод, что, конечно, ни на Херсонской, ни на Запорожской области, ни на Харьковской никто останавливаться не будет. Потому что уже, по сути, нашла коса на камень. Уже не будет так, как раньше. Уже никаких мирных переговоров, скорее всего, в процентах, знаете, 99,9 вероятности уже просто не может быть. Потому что уже, как говорится, побиты горшки между Западом и Российской Федерацией. И здесь территория Украины это уже поле боя. Ну а тем временем в Киеве премьер-министр Шмыгаль заявил, что украинцам нужно срочно пересаживаться на электромобили. И, собственно, на Тесла, там, знаете, всякие вот такие машины. Потому что с топливом счастья не будет. И топливо будет и дальше пропадать с украинских заправок. Его и дальше будет практически невозможно купить. Таким образом, все заявления того же Шмыгаля ранее, они оказались просто ложью касательно того, что с топливом все будет нормально. И все уверения и Арахами, и Зеленского, что топливный кризис Украина через месяц, через полтора все-таки переживет, и топлива будет достаточно, это оказались просто пустой болтовней. Также в Украине полным ходом идет мобилизация всех подряд. Поэтому военкомы избрали новую тактику. Они теперь все-таки караулят призывников под церквями. И поэтому в воскресенье, когда вот там на западной Украине много там греко-католических церквей и так далее, у них там, знаете, служба. Вот они как раз всем, кто пришел на службу, теперь выписывают повестки. По этому поводу сильно возмущаются и местные населения, и, конечно же, сами попы, потому что таким образом они понимают, что к ним просто перестанут ходить люди. И, собственно, как говорится, с верой получается власть Зеленского, получается, борется гораздо круче, чем советская власть, потому что до такого советская власть не доходила. Но, тем не менее, это не предел, потому что уже военкомы выписывают повестки даже женщинам. И вот это свидетельство явно тому подтверждение. Также офис президента Зеленского решил, что местные власти нужно держать в узде, и поэтому ни в коем случае не давать им возможности выехать за границу. По этому поводу мэр Черниговый-Атрошенко уже вошел в публичный конфликт с представителями офиса президента, которые возмущаться начали, почему его не пускают в Швейцарию на различные там экономические форумы, и почему только вот офис президента может ездить за границу, а вот всем вот этим местным мэрам там почему-то не разрешают. С учетом этой тенденции местные элитки, они уже себе, конечно, решили прикупить достаточно много люксовых автомобилей без растаможки, то есть сэкономить, потому что при военном положении растаможку отменили, и теперь возят автомобили без растаможки, и вот уже возят различные там Феррари, Бентли, Мерседесы, последние модели, и собственно, как говорится, все для фронта. Но не все местные власти могут себе позволить люксовые автомобили, поэтому не начинают просто сходить с ума, поэтому вот конкретно персонаж, который раньше представлял Кривой Рог, и теперь думает, что он его дальше представляет, он собственно уже рассказывает о том, что Кривому Рогу нужна срочная такая ласковая украинизация. Вилкул признал, что население Кривого Рога в массе своей говорит по-русски, но сейчас язык это тоже оружие, и нужно учитывать не только военный, но и культурный фронт. Как говорится, Вилкул тоже слился в творческом экстазе с такими персонажами, как Вятрович, ну и прочие любители Бандеры, и поэтому теперь уже от персонажа, который раньше говорил в принципе толковые вещи, слышать такое, здесь можно сделать просто один вывод, что все-таки Вилкул является таким, знаете, ярым представителем все-таки той вот элиты политической школы украинской, которая продавала страну 30 лет, и судя по риторике, он достойный представитель именно как раз вот этого класса, так называемой украинской политической элиты. На этом, друзья, у меня все, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, первым комментарием под видео, там всегда можно значительно больше информации вам показать, нежели на ютубе. До скорого!